Если не на краю земли, то на краю Италии уж точно расположен самый северный и, пожалуй, один из самых странных городов страны. На высоте более 1800 метров, в двух километрах от границы со Швейцарией, окруженной горными хребтами, расположился Ливинио. Первонаперво город является популярным горнолыжным курортом. Место для этого Штунина есть подходящее. Снег выпадает здесь чаще всего в ноябре и держится до мая. Зима достаточно суровая, а лето не жаркое. Курорт Ливинио объединяет в себе три небольших деревушки в несколько протяженных улиц, где расположены магазины, рестораны и гостиницы. После каменной Италии деревянные постройки кажутся не совсем обычными и скорее напоминают русский музей деревянного зодчества, многие дома которого даже в мае не снимают в себя рождественские украшения. От Милана эту местность отделяет 200 с лишним километров. И, конечно, мы прибыли сюда не специально, а потому как находились поблизости. Наше любопытство было обосновано следующим. Дело в том, что в силу закона от 1910 года город носит статус территории беспошлиной торговли, то есть теоретически сплошной дути-фри. Но те, кто ориентируется в ценах, поймет мой подвох. Известно, что дешевизна обестаможенных зон давно не соответствует действительности. Однако по старой привычке итальянцы продолжают приезжать сюда выгодно пошопиться. Мы совсем забыли, что итальянцы – народ принципиальный в плане «война войной, а обед по расписанию». И буквально уже через 20 минут после нашего прибытия на двери большинства магазинов стали опускаться жалюзи. Народ, коим была забита улица, стал быстро растворяться. И вот уже мы бредем по пустой площади, думая, чем бы себя занять на ближайшие час-полтора. Играет музыка После все-таки состоявшихся прогулок по магазинам, к своему сожалению, я развеяла для себя еще один итальянский миф. Если брать во внимание бутики и одежды, то цены в них совершенно не ниже, чем в той облагаемой НДС части Италии. Так рекламируемая недорогая парфюмерия даже дороже. Цены на продукты в местном супермаркете тоже не вызвали во мне желание смести все с прилавков. Единственное, на что действительно цены ниже, так это табачные изделия, спиртное и бензин. Но не стоит обольщаться и готовить камаз для вывоза вышеперечисленного. Действуют строгие таможенные ограничения. Вы не ослышались. Ливиню имеет свою таможню. И хоть внешне это выглядит недостаточно серьезно, все же не стоит рисковать. Именем закона, как говорится. Моим ожиданием предстал город Аутлет, кишащий людьми, долбящий громкой музыкой по ушам. А на деле Ливиню казался малюсенькой, достаточно тихой и милой деревенькой, затаившейся среди горной мощи и красоты, местами напоминающей родную Сибирь. Скорее всего, в разгар горнолыжного сезона здесь все иначе. Но в какой бы то ни было сезон, если окажетесь рядом, загляните в Ливиню. Субтитры создавал DimaTorzok